Ага, итак, а сейчас мы попробуем с вами сделать более динамичным наш рисунок при помощи Звечного приема нашего пейзажного, который можно взять птички, ну естественно, мы же рисуем птичек И вот опять заберу и рисую, сейчас ставлю вот таких вот букв В, ну или галочек, у которых крылья обращены то вверх, то вниз И вот которые могут лететь Так, всяк, но в целом подчеркивает горизонтальность нашей композиции С самим присутствием они создают достаточно много такого Создают важную функцию композиционную Они разделяют планы И создают динамику в рисунке На переднем плане, естественно, птиц побольше надо рисовать А на заднем плане поменьше Можно им украсить Небо И вот я понял, что наконец мне не очень нравилось моем рисунке Я вам сейчас объясню Видите, вот эти вот горы на заднем плане, вот я еще раз подчеркиваю, да, вот тут Хребет идет Сейчас часто я, кстати, ошибку совершил, которую многие тоже часто совершают Итак, вот хребет на заднем плане каких-то гор, а здесь он никак не вылазит, никак не обозначен Ага, я заметил это И теперь добавляю его вот сзади этой горы И посмотрите, сразу появилась как раз глубина в рисунке Вот стоит нам забыть про один угол И сразу вся композиция уходит куда-то Вот, да, это то, что нужно Сейчас, мне кажется, достаточно целостный рисунок Но, конечно, совсем целостным он будет, когда у нас иероглифы появятся на нашем рисунке Все, сейчас, наверное, можно заканчивать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok